Добрый день, участники круглого стола. Говоря о форумах хозяйствования, нельзя не отметить, что она является одной из основ взаимодействия между начинающими предпринимателями, ИП глава КПХ, кооперативы и остальными участниками рынка. И здесь нужно отметить такую огромную работу, которую делает Министерство сельского хозяйства. В том числе с их подачи был создан центр компетенции. Поэтому для этого мы разработали типовые решения по созданию и развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Как вы знаете, для создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов требуется либо два юридических лица, либо пять физических лиц. Но они все должны быть сельхозтоваропроизводителями и все должны принимать личное трудовое участие в деятельности потребительского кооператива. Соответственно, основа потребкооперации сельскохозяйственной в том, что это некоммерческая организация, и она нацелена на удовлетворение потребностей своих членов. Соответственно, кооперативы бывают снабженческие, сбытовые, перерабатывающие, обслуживающие, растеневодческие, животноводческие. Мы на основе своего опыта выделяем пять этапов создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Давайте, собственно, более детально на них остановимся. Первое, что возникает, это, собственно, идея. Идея возникает из потребности. То есть люди на этапе своего развития сталкиваются с определенными проблемами, которые помогают решить только объединение нескольких РФХ. РФХ или сельскохозяйственных товаропроизводителей. Из инициативной группы формируется оргкомитет. Это наиболее деятельные товарищи, которые берут на себя обязанности по подготовке проектов уставных документов и, соответственно, прорабатывают технико-экономическое обоснование. Следующим шагом идет проведение организационного собрания. Ну, собственно, здесь ключевым моментом является определение фонда, кооператива. Не секрет, что имущественные вопросы взаимодействия по поводу формирования имущественных фондов наиболее актуальны и проблемны. Но при этом нужно четко понимать, что боевые фрезерные фонды создаются на момент организации кооператива. Это недели и все остальные по решению общего собрания в соответствии с уставом и их 193 ФЗ. Соответственно, помимо формирования имущества, второй проблемный вопрос – это распределение прибыли и убытков кооператива. И здесь очень часто сталкиваемся с противоречием между желаниями членов кооператива получить как можно больше дохода и целей кооператива на удовлетворение потребностей всех членов. Что нужно отметить? Распределение кооперативных выплат идет в зависимости от пропорционального участия в деятельности кооператива. Соответственно, после того, как Вы провели общее собрание, утвердили протокол по уставу, встает вопрос по регистрации и заполнению регистрационных документов. Но сразу скажу, этот момент наиболее проблемен. Почему? Потому что, исходя из трехлетнего опыта, у нас может быть два или три кооператива, которые регистрировались с первого раза. Причины абсолютно разные. Требования к учредителям, требования к месту регистрации, некорректное заполнение документов, недостоверное заполнение документов. Там, грубо говоря, были случаи, когда люди просто забывали подать часть документов в налоговую и им отказывали. Для того, чтобы от этих ситуаций избежать, пожалуйста, обратите внимание, в сайт налоговой есть специальное программное обеспечение. Оно так и называется, подготовка документов для регистрации. Автоматически заполняется форма, указываются пропущенные места, и у вас готово заявление по форме, которое вы можете распечатать, подписать и сдать. Соответственно, после того, как вы подали документы на регистрацию, после регистрации кооператива, стоит вопрос о налогообложении кооператива. Ну, собственно, здесь на двух слайдах последующих кратко приведены четыре формы налогообложения. Это общая, упрощенка дохода, упрощенка дохода минус расходы и единый сельхозналог. Для того, чтобы выбрать систему налогообложения, кооперативу после регистрации дается 30 дней. Как итог, после его регистрации, завершающим этапом идет вступление в ревизионный союз. Ревизионный союз – это аналог аудиторских фирм для общества с ограниченной ответственностью. То есть он помогает в взаимодействии внутри кооператива, помогает, подсказывает по организации бухгалтерского и наукового учета, проводит ревизии. Если нужны какие-то услуги в этой сфере, то он их оказывает. Ну, собственно, это вкратце слайд по созданию. Они доступны на сайтах как региональной корпорации развития, так и центра компетенции. Можно спокойно зайти и скачать, там в разделе «Дополнительная информация». И второй блок – это типовое решение именно по развитию кооператива. Здесь все гораздо интереснее. Почему? Потому что этот блок, можно назвать, аппетит приходит во время еды. Потому что когда люди притерлись, когда они начинают понимать общую цель и ту потребность, которая давляет над всем остальным, есть необходимость в учете всех особенностей взаимодействия на рынке. То есть, Серхозпотребкооперация, как юридическое СОО, должна работать вне отрыва от участников рынка. И с каждым из этих участников есть определенные требования и особенности для того, чтобы взаимодействовать с ним наиболее эффективно. Для того, чтобы построить стратегию развития кооператива, необходимо разработать, ну, в законе это называется программа развития. По факту это бизнес-план или проект развития. Основные этапы, как вы видите, это определить цель, затраты, финансирование, окупаемость или показатели работы. Ну, собственно, принятие. Обвязываемся, как говорится, в борьбу или не ввязываемся. Ключевым этапом из этих, получается, разделов является определение источников финансирования. Почему? Ну, собственно, за какие деньги мы будем это все реализовывать. И тут у нас мы обратно возвращаемся к моменту и порядку формирования фондов и как можно воспользоваться собственными средствами. Либо привлекаем заемные или привлеченные средства. На этом и последующих слайдах будут отражены основные меры поддержки сельхозпотребкой операции со стороны Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, а также со стороны Организации инфраструктуры поддержки. На что следует обратить внимание? Вы должны четко понимать, что хоть с одной стороны кооператив является некоммерческой организацией, со стороны Организации инфраструктуры поддержки, РАП, гарантийный, лизинговая компания, со стороны банка вас всегда будут рассматривать как коммерческую структуру. И в первую очередь будут обращать внимание на прибыльность. Ну, то есть, сколько вы заработали. Что напрямую противоречит 193 ФСЗ, потому что закон ставит по голову угла удовлетворение потребностей членов. Ну, как бы это очень-очень сложно для тех, кто только начинает вникать в эту тему. Но если говорить в качестве примера, то это звучит так. Мы, грубо говоря, группа ИП ГФХ, которая занимается местным жилоководством. У нас есть встал вопрос о том, чтобы купить тягач, гитрал или скотовоз для перевозки КРС до, грубо говоря, мясокорбината. Ну, условно, да, вопрос логистики суровый на самом-то деле. И со стороны кооператива, ну, председателя и членов, конечно, вы хотите минимизировать свои сдержки. То есть, грубо говоря, стоит 1 километр 100 рублей, вы будете платить всего 102 рубля, чтобы 2 рубля покрыла там зарплату председателя. При этом прибыль кооператива там практически равняется нулю, ну, самое минимальное. Но со стороны банка, когда вы придете и скажете, ребят, нам нужна поддержка, у вас спросят, а какая у вас доходность? И вы скажете, ну, у нас там доходность на уровне 3-5% в год, и мы этот траук будем покупать еще и 2. То есть, тут, что поддержка РАПа, что поддержка гарантийного фонда, они вам помогут только тогда, когда вы четко понимаете свои цели. Прийти и сказать, что я хочу, ну, то же самое, да, что вот сказать вот что-то абстрактное. Вы должны четко понимать свои возможности, возможности своих членов, перспективы развития. И, соответственно, у вас должен быть хотя бы, ну, минимальный план. Да, они сразу в ответ говорят, да, мы в такой стране живем, что как мы можем планировать? Нет, ребят, планировать нужно, и это ваша обязанность, это не привилегия. Потому что мы очень часто сталкиваемся с вопросами, когда люди не планируют там повышение курса. Да, то есть, вот самый ВИЧ, те, кто покупает иностранные оборудования, сегодня курс такой, завтра другой, у нас разница в цене, а мы нам нужно покупать. Вы должны планировать, вы должны закладывать фонды, вы должны беседовать и проводить работу со своими членами со стороны председателя. Только для того, чтобы в конечном итоге кооператив работал успешно. Соответственно, с нашей стороны, консультации, методическая помощь, взаимодействие с вами, сразу оговорюсь, мы на все вопросы ответить не сможем. Но мы постараемся либо найти ответ достаточно быстро, либо найти и обратиться к тем людям, в том числе, к нашим коллегам в Министерстве сельскохозяйства, которые смогут оперативно и качественно ответить на все вопросы. Поэтому, еще раз повторюсь, мы с вами рассмотрели типовые решения по созданию и развитию всех постпотребных операций. Они доступны на сайтах РКР и ЦК. Будут какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь, постараемся оперативно ответить. Благодарю за внимание. Спасибо. Есть вопросы? Все ясно. Хорошо, спасибо, Кирилл.